И сейчас будет подача в главу в исполнении Сережана Мужикова. Подача штрафную. Роман Матрузаев не сумел выиграть эту борьбу. И пенальти. Пенальти. Дидар Жалмукан зарабатывает пенальти. Адуву нарушает правила. Поталкивал он Дидара. И сейчас будет 11-метровый удар. Посмотрим, кто из футболистов Астаны будет сейчас приводить приговор в исполнение. Ну, возле мяча. Ну что ж, Джуниор Кабананга или Нейтс Видмар. Джуниор или Нейтс. Нейтс или Джуниор. Удар и гол! Джуниор Кабананга открывает счет в этом матче. 1-0. Астана впереди. Джуниор Кабананга первый мяч Астаны в межсезонне записывает на свой счет. Но причина довольно-таки банальная и проста. Лишь не так давно Джуниор присоединился к команде на этих сборах Турции. До этого он находился в расположении сборной Демократической Республики Конго, которая играла в Кубке Африканских наций, стал одним из героев своей сборной. И в целом продолжает борьбу Роман Муртазаев. Прессингует вратаря. Длинный вынос вперед. Дидар Жалмукан остается впереди. Астана Габергеннифима засыпется за мяч. Контур-атака. Передача на Буатенга. Буатенг вмещает мяч в центр. Удар и гол. Гол. 1-1. Буатенг и Натан Адува разыграли эту комбинацию. Буатенг убежал в атаку. Сделал передачу в центр на Натан Адува. И англичанин, воспитанник Лондонского Тоттенхэма, отправляет мяч у ворота Александра Мокина. Ну что ж, 1-1. И интрига возвращается в эту игру. Ничьяк, кто же победит в этом матче. Хотя, стоит, наверное, отметить, что матч товарищеский. Но, тем не менее, спорт штука такая, что в каждом матче, вне зависимости от статуса, команда хочет побеждать.